Всем бонжур! Меня зовут Полина, и мы с вами ну очень давно не виделись. Однако на дворе уже середина декабря, а это значит, что нужно подводить итоги. Обобщать свою книжную жизнь в 2021 году хочется с разговора про самые лучшие книги. Я бы даже сказала главные книги. Что такое главные книги в моем личном сознании? Это те самые книги, после которых, ну, напрочь отбивает желание читать что-нибудь еще. И в этом году таких книг у меня лично было 12, по одной на каждый месяц. В этом видео я буду рассказывать вам конкретно про художественную литературу, потому что надеюсь, что в этом декабре я еще успею прочитать книгу Анны Соколовой «Новому человеку. Новая смерть». И, значит, будет еще и отдельный ролик про научно-популярную литературу или так называемый гуманитарный нонфикшн. Огромной поклонницей которого я являюсь. И, кстати, если что, сейчас эту книгу и многие другие можно приобрести в книжном интернет-магазине «Лабиринт» с огромными скидками до 80%, потому что идет новогодняя распродажа. Мы ведь с вами знаем, как люди любят получать книжки в подарок на Новый год. И говоря «люди», я, конечно же, имею в виду нас самих, ведь никто лучше нас самих не знает, какая книга нам необходима. Все подробности вы найдете по ссылке в описании. И не забывайте использовать мой промокод «Читалочка». При заказе от 2000 рублей вы получите в подарок литературный календарь. Каждый год «Лабиринт» создает этот календарь в сотрудничестве с различными художниками и иллюстраторами, поэтому рассматривать иллюстрацию на каждый месяц вдвойне интересно. Итак, январь 2021 года начался для меня с такого ролика, который я взяла и сразу назвала «Лучшая книга 2021 года». И знаете, что я, конечно же, несколько ошибалась, но в любом случае эта книга остается лучшей. И это «Муравечество» Чарли Кауфмана. Сейчас, когда я готовилась к этому ролику, я пересмотрела свой обзор. И, конечно же, поняла, что могла бы сказать о ней больше, ведь книга действительно насыщенная различными отсылками, различными упоминаниями, различными иллюзиями. Но при этом мне кажется, что это видео есть резон пересмотреть, если вы вдруг его никогда не видели. Если кратко, Чарли Кауфман – это известный сценарист, которого, я уверена, большинство из вас знают по фильму «Вечное сияние чистого разума». Я же большая поклонница быть Джоном Малкевичем. И это дебютный роман Чарли Кауфмана, потому вдвойне удивительно, что такая масштабная книга, такая полноценная книга, такая насыщенная книга вышла из-под его пера. Но, в принципе, в литературных талантах Чарли Кауфмана у меня лично никогда не было сомнений. И, естественно, когда «Муравечество» вышло, я сразу же кинулась ее читать. Даже помню, был момент, когда эту книгу уже нигде нельзя было купить, все ожидали доп-тираж. Я успела каким-то образом запрыгнуть в первую лодку счастливчиков, которые успели купить первое издание. Чарли Кауфман рассказывает нам историю кинокритика, которого зовут Бе. Естественно, потом мы узнаем его имя, узнаем, что же такого ветхозаветного есть в его жизни. Бе очень сильно подвластен трендом, пытается всем угодить, пытается никого не обидеть. И можно говорить о том, что у него практически как будто бы нет собственного мнения. Он лишь квинтэссенция всех движений, всех течений и всех вежливых постулатов, которые современному обществу столь необходимы. При этом Бе отправляется в командировку, в рамках которой он встречает режиссера. И, встретив его, он понимает, что нашел гения. Ведь фильм, который создал этот режиссер, нужно смотреть три месяца. Этот фильм создан кукольной анимацией, но так складываются обстоятельства, что весь труд этого режиссера сгорает, блин, синим пламенем. И с этого начинаются самые удивительные путешествия в сознании Бе. Я говорю в сознании, потому что действительно эта книга – экзистенциальное путешествие Бе через свои собственные травмы. И мне кажется, что эта книга действительно произведет впечатление на многих, кто осмелится ее прочитать. И несмотря на свой объем, она читается очень и очень быстро. Я очень надеюсь, кстати, что в этом году, может быть, после моего обзора или после обзора какого-нибудь другого книга-блогера, вы с этой книгой познакомились. И если да, если вы познакомились, обязательно напишите мне в комментариях, как она вам. Ну и, в принципе, я буду ждать ваши разговоры про этих книгах в комментариях. И рассказывайте мне, какая книга стала лучшей для вас в 2021 году. Вообще, этот год был для меня годом толстых книг. И мне кажется, я говорю так каждый год. Если вы сейчас подумали про Иерусалим Алана Мура, то нет, вы забегаете вперед. В феврале многие из вас после моего тега про Темную Академию настоятельно рекомендовали мне познакомиться с романом Донны Тарт «Тайная история». С Донной Тарт мои отношения складывались очень и очень долго. В свое время я начинала читать ее «Маленького друга», и в этом была, кстати, моя ошибка. Потому что «Маленький друг», возможно, ну, по крайней мере для меня, один из худших романов Донны Тарт. Как минимум потому, что нам врет аннотация, но это другая история. А вот «Тайная история» очень даже мне понравилась. Конечно, меньше, чем «Щегол», и в книге есть некоторые вопросы, которые возникли у меня как у читателя в рамках прочтения. Но все-таки «Тайная история» не зря породила все это движение Темной Академии, потому что книга действительно прекрасна. Когда я ее прочитала, я поняла, что многие в рамках моего обзора на некоторые вопросы теории катастроф Мариши Пессел говорили мне, что, в принципе, Мариша Пессел не придумала ничего нового. Но можно говорить о том, что эти две книги можно читать как бы вместе, да, потому что если вам понравилась своего рода такая темная академичность пространства, то это то, что вам надо. «Тайная история» — прекрасная история, прекрасная в своей сложности, потому что Донна Тарт мастерски вплетает экфразис в свой текст. Она мастерски использует психологизм персонажей в их поступках, это проявляется в их поступках. Поэтому, конечно же, «Тайная история» навсегда в моем сердечке, и, как говорят в интернете, хочется просто-напросто отрубить себе голову, если так говорят в интернете, чтобы прочесть эту книгу заново, как будто бы никогда не читала. Так что да, «Донна Тарт» и ее «Тайная история» — это лучшая книга февраля 2021 года. Затем в марте, кстати, со мной случилось затишье. Оно случилось, потому что я ударилась в прочтение гуманитарного нонфикшена, о котором мы поговорим с вами позже. Но все-таки я поскребла по сусекам, посмотрела весь список своих роликов и поняла, что есть все-таки одна книжка в марте, которую я могу, в принципе, взять смелость и записать в художественный жанр. И это «Путешествие к источнику эхо» Оливии Лэнг, или «Почему писатели пьют». Оливия Лэнг отличается тем, что она, по сути, пишет свои книги в таком жанре автофикшн. То есть здесь есть и нечто научное, нечто связанное с литературной критикой и анализом, но при этом не оставляет свою персону где-то за гранью всех этих рассуждений. То есть ее жизнь, ее фантазии и ее внутренний мир часто являются огромным пластом сюжетов ее книг. Так, в этой книге «Почему писатели пьют» сразу понятно, что нам рассказывает Оливия, да? Она берет за основу истории нескольких авторов. Здесь у нас будет и Фитджеральд, и Хемингуэй, конечно же, и многие-многие другие. И она через свои истории, связанные с алкоголем, рассказывает про проблемы этих писателей с алкоголем. И да, я могу сказать, что эта книга для меня тоже стала одной из любимых. Я вообще люблю Оливию Лэнг, и даже в свое время снимала отдельный большой масштабный ролик про то, почему для меня она стала такой важной и такой необычной. Автофикшн, как я поняла, это один из моих новых любимых жанров. Про него я, кстати, вам расскажу подробнее еще и в конце этого ролика. Нужно ли мне сейчас что-то говорить? Я надеюсь, что нет. Но однако я скажу, Иерусалим стал лучшей книгой в апреле и в мае. Да, я читала эту книгу целый месяц, для меня это очень и очень долго, но сами понимаете, читать нельзя, нужно анализировать. Поэтому с Иерусалимом мои отношения затянулись, еще и потому что я пыталась делать эти анализы по главной, которые были не очень востребованы на канале. Затем они ушли в письменный вариант на мой Бусти, затем и оттуда они исчезли, потому что, честно говоря, я перестала гореть, перестала гореть перепрочтением этого романа, потому что, естественно, каждую главу нужно было перечитывать вновь и вновь. Но я очень надеюсь, что многие из вас, благодаря этим обзорам, этим вспомогательным таким моментам и разрешения каких-то вопросов, связанных с Иерусалимом, были решены, да, вы справились с этим самостоятельно. Я, по крайней мере, очень в это верю. Иерусалим прекрасен, я не устану это повторять. Это один из главных романов Алана Мура для меня вообще, и, возможно, один из главных романов вообще в современной литературе. Я, конечно же, большая поклонница, и мне кажется, я прожужжала этим романом вообще всем мозги, даже тем, кто никогда книжки в руки не брал. Иерусалим, несмотря на свой объем, читается очень и очень быстро, потому что сам момент связи такой семейной саги с определенными фэнтезийными моментами, в том числе и библейскими сюжетами, конечно же, меня лично подкупал. И я очень хочу верить, что вы тоже быстро справились с этим романом, ну, по крайней мере, если нашли время для того, чтобы начать его читать. Я сейчас сильно не буду вдаваться в подробности Иерусалиму, потому что я могу говорить о нем бесконечно. Я просто в описании оставлю ссылки на вот эти и другие книги, которые я полноценно и масштабно уже разбирала на своем канале в протяжении этого года. После Иерусалима на меня, естественно, напал Ничитун. Мне не хотелось начинать читать ни одну новую книгу, потому что где-то в моем сознании сидел такой червь сомнения, что никогда, никогда больше ты не найдешь книгу, которая будет столь же прекрасна. Поэтому, если вы вдруг не в курсе или не смотрели эти ролики на канале, я стала пересчитывать классику, братьев Карамазовых, Леонида Андреева, Юрия Мамлеева, но об этом тоже чуть позже. И было как-то очень сложно с новинками, пока не появился Стив Даггерман и его Остров обреченных. Это маленький роман, совершенно, казалось бы, несущественный, тоненький, и здесь, как ни странно, не самый мелкий шрифт. Но роман этот тоже встряхнул мое сознание, потому что здесь мы с вами встречаем людей после кораблекрушения, которые остались одни на этом самом острове обреченных. И мы с вами видим, опять же, весь психологизм одиночества, весь психологизм тоски и депрессии, и печали по утерянному прошлому, и в том числе утерянному будущему. Эта книга прекрасна. Я, по-моему, не снимала отдельный обзор на нее, хотя, наверное, следовало бы, но уверена, что многие из вас также уже с этой книжкой познакомились. Я в своем инстаграме писала большой разбор, как ни странно, обложки, потому что обложка имеет важное отношение к тому, что есть внутри. И я надеюсь, что издательство Limbach Publisher, да, и издательство Ивана Лимбаха все-таки опубликует еще что-нибудь Стива Дагермана, потому что он оказался очень близок и очень востребован в русском книжном мире. Вот, да, это еще одна из лучших книг года. В июле со мной случилось издательство Текст, и удивительным образом данная книга веду не из жидковой катержины Тучковой или Тучковой. Я помню, многие из вас мне говорили, как правильно ставить ударение в чешской фамилии, но я, если честно, уже все забыла. В любом случае, эта книга прекрасна. И даже немножко жаль, что я прочитала ее летом, а не осенью, потому что именно осенью, и даже конкретнее скажу в октябре, эта книга была бы очень даже в тему. Потому что здесь у нас есть девушка, которая работает этнографом, она занимается фольклором, и в какой-то момент она решает выяснить свои корни, ведь ее бабушка была ведуньей. И ведунья это сейчас не про какую-то участницу из шоу Битвы экстрасенсов, нет, это про женщину, которая жила в маленькой польской деревне и, по сути, занималась знахарством. То есть у нее были какие-то минимальные познания в медицине, которые позволяли ей использовать нужные травы для того, чтобы снять воспаление или температуру, и, в принципе, она немножко шарила за вправление конечностей. Поэтому в какой-то момент на нее началось гонение. И да, здесь есть такие флешбеки в прошлое о том, как офицеры СС пытались всех этих польских ведьм собрать воедино и использовать их тайные знания для победы Рейха. Есть и дальнейшие, да, когда польские власти уже после образовавшегося как бы нового государства начинают гонение на этих женщин за оказание нелицензированных медицинских услуг. Короче, маленькая тоненькая книжечка, но настолько полная, настолько подробная, что я была очень даже впечатлена. И мне кажется, что вот конкретно эта серия издательства «Текст», в рамках которой они публикуют книги зарубежных авторов, но, знаете, не просто Англия и Америка. Мы берем бестселлеры, публикуем их, фигачим на обложку по несколько раз, что это бестселлер «Нью-Йорк Таймс», и это хорошо продается. Ну, как бы нет. Здесь действительно специфические книги выбраны в эту серию, и мне она очень даже нравится. Тем более, я как-то вам уже рассказывала про один роман из этой серии, про «Собирателя бабочек», и знаю, что он многим понравился. Месяц, август, для меня прошел, если честно, очень и очень тухло. Я не помню, ездила ли я вообще в какой-нибудь отпуск, но дело было не в этом. Дело было в Александре Геннисе, потому что мало того, что я вела с ним эфир, да, я вживую пообщалась со своим кумиром, я перечитывала Довлатова и окрестности, и мне казалось, что никакой сверхъестественной книги со мной в этот месяц не приключилось. Но, опять же, поскребла по сусекам и наткнулась на неразлучных, Симоне де Бавуар, той самой, которая настолько прямо, прямейшая, я бы сказала, связана с Сартром. И этот роман был опубликован впервые в нашей стране, и в целом-то это, можно говорить, новинка, потому что ранее этот роман не публиковался и в мире. Эта рукопись была случайно найдена и опубликована. Этот роман просто великолепен. Текст даже, знаете, я сделаю проще, я просто зачитаю вам начало этой книги. В девять лет я была очень послушной девочкой. Я не всегда была такой. В раннем детстве тирания взрослых доводила меня до припадков настоящего бешенства. Одна из моих теток даже заявила как-то раз на полном серьезе. В Сильве вселился черт. Война и религия укротили меня. Я сразу же совершила акт образцового патриотизма, растоптав целлулоидную куклу Made in Germany, которую, кстати сказать, не любила. Мне сообщили, что от моего благочестия и хорошего поведения зависит, спасет ли бог Францию. Деваться было некуда. И если вас не заинтересовал сей отрывок, то, наверное, и неразлучных вам считать не стоит. Но я просто влюбилась в этот текст. Тем более в нем можно найти, так скажем, отсылки к будущему творчеству Симона де Бавуар, с которым вы наверняка знакомы, если вы так или иначе каким-то образом пытались проникнуть, ну, например, в течение феминизма. Как я уже сказала, затем я перечитывала классику и, естественно, выпускала об этом большие-большие разборы. Так, в сентябре лучшей книгой я назову «Братьев Карамазовых». Ну, честно, ни одна новинка, которую я читала в этом месяце, не сравнится с классикой, не сравнится с моим любимым Федором Михайловичем Достоевским. И тут, думаю, опять же, не буду углубляться, просто скажу, что «Братья Карамазовы», хоть и не являются моим любимым романом, у Достоевского все равно заслуживают вашего внимания. Если вы вдруг не смотрели мой большой разбор этой книги, то обязательно посмотрите. А затем в октябре случился «Мамлеев». Издательство «Альпина» переиздали практически всего «Мамлеева» уже на тот момент, когда я записываю этот ролик. Подхватил переиздание «Мамлеева» и АСТ, конкретно редакции Елены Шубиной. Они издали этот сборник с иллюстрациями Шемякиной, потрясающими иллюстрациями, но, скорее всего, я не буду их сейчас показывать, так как они довольно пошлые, и YouTube может немножечко так решить, что я совсем бахнута, и впаять мне, например, какой-нибудь 18+. Но Юрий Мамлеев. Юрий Мамлеев читался мною довольно давно уже, и, к счастью, появился, так скажем, повод рассказать и вам про его книги, потому что вы теперь можете искать его не в «Букинистах», а вот просто пойти в издательство и взять эти книжки. Или на тех площадках, где они продаются. Юрий Мамлеев удивительен в своей отвратительности, и я заметила по комментариям, которые появляются и по сей день, что многие из вас постарались познакомиться конкретно с «Шатунами». Не услышали вы мои просьбы не начинать с этого романа, потому что, естественно, «Шатуны», как главный роман Юрия Мамлеева, он остается, пожалуй, еще и самым жутким его романом, потому что книга отвратительная, я не раз об этом говорила. Она мерзкая, ведь главный герой Федор убивает людей для того, чтобы поговорить с их душами, чтобы познать смерть в ее точке существования, да, то есть он в тот момент, когда убивает человека, надеется познать нечто о том бытие, которое находится где-то за пределами сознания. Да, это трансгрессивная литература, да, это сложно, и да, это отвратительно. Скажем, спасибо Colony Publications за то, что в свое время я рассказала вам о том, что вообще такое трансгрессия, и я надеюсь, что Юрий Мамлеев вас все-таки не разочаровал, по крайней мере, некоторых, да, кто был эмоционально готов к этому, чей читательский опыт позволял также оценить его творчество в том масштабе, в котором оно было задумано, и я несколько даже печалюсь, что на этой ярмарке Non-Fiction я не смогла принять участие в обсуждении творчества Юрия Мамлеева, на котором меня звали, потому что я уехала в Ханты-Мансийск выступать там в библиотеке. Но все-таки, мне кажется, я высказала Мамлееве все, что хотела, хотя, возможно, и не все. Возможно, в будущем году выйдет что-нибудь еще про его романы, про его творчество, ведь, в конце концов, вот сейчас еще был переиздан роман другой, и, честно говоря, я не очень хорошо его помню, поэтому, скорее всего, есть необходимость его перепрочитать в будущем году и снять также отдельное видео. Поэтому, если вы не готовы к каким-то мерзким вещам, то, наверное, и начинать не стоит. Мерзкое происходило и в ноябре. Я даже не знаю, почему я так люблю мерзкую литературу, наверное, потому что я не сталкиваюсь с подобными вещами в своей жизни, да, то есть я не выхожу из дома и не натыкаюсь на каких-то мертвых пионеров, которые прогрызают глотки каким-нибудь пенсионеркам. Ну, а в книгах это вполне себе читаемо, и при этом можно анализировать эту жестокость, это насилие благодаря фантазиям автора. Илья Масодов, как вы уже поняли, мрак твоих глаз. В этой книге собраны сразу три повести Ильи Масодова. Рассказывала вам подробнее о том, что никто, кроме издателей, сами, конечно, не в курсе, кто такой Илья Масодов. Но я могу вас сориентировать, что в следующем году Колонна планирует переиздавать и другие его работы, в том числе и Черти. Кажется, планируется уже в феврале, как будто бы прямо на мой день рождения. Очень рада, и очень рада, что этот роман был переиздан, потому что я с ним не была знакома до того вот, собственно, месяца, как решила прочитать эту книгу. И вообще идеально совпало. В этом году как-то все издательства взяли, собрались и решили переиздавать книжки довольно мрачные, довольно унылые, и которые заставляют людей задуматься о том, что же за тьма таится в их внутренней природе. Про Илью Масодова рассказывала вам в прочитанном, сейчас тоже не буду сильно акцентировать на этом внимание, но он хорош. Знаете, работа Масодова напоминает какое-нибудь жуткое аниме «Начало нулевых», где действительно много мяса, много крови. Это как какая-то компьютерная игра, которая делает людей жестокими. Но, по сути, в этой книге содержатся и смыслы, потому что конкретно в «Мраке твоих глаз», например, огромный акцент сделан на том самом Ленине, который хранится в этом черном мавзолее, и нужно его спасти, потому что иначе мы все умрем, и эта маленькая мертвая пионерка старается сделать вообще все, чтобы жить хорошо и счастливо. Как бы странно это ни звучало. Короче, книжка прекрасна, тоже вам ее рекомендую, если вдруг вы чувствуете, что вы морально к этому готовы. И вот он, значит, наступает декабрь. Наступает декабрь, я смотрю на свои книжные полки и, наконец-то, решаюсь прочитать книгу, которая была куплена мной еще летом. И, в принципе, не зря я ее откладывала. Эта книга Оксаны Восякиной «Рано», и она тоже написана в жанре автофикшн. Да, книга очень тяжелая, но при этом она очень важная, потому что Оксана Восякина берет и анализирует свою скорбь по умершей матери, весь этот процесс, да, тонатологического, который связан с захоронением праха, но в первую очередь это не путешествие из точки А в точку Б с черным коробом, в котором хранится капсула с мертвой матерью. Это в первую очередь путешествие по волнам своей печали, по волнам своего прошлого и по волнам той самой скорби, которая действительно необходима человеку для того, чтобы принять потерю. Мне кажется, что эту книгу было бы очень сложно закончить, но тот факт, что она закончена, означает, что и печаль бывает конечна, невозможно всегда страдать по ушедшему человеку. Мне очень понравилась концовка этой книги, в которой Оксана признается в любви своей матери, пускай мать, согласно тексту, и не была без изъяна. Был у нее и бытовой алкоголизм, и были ощущения того, что дочь ей вовсе не нужна, она ее не любит, но мне понравилась глубокая рефлексия этого текста, и это действительно очень достойная и очень важная работа для того, чтобы понимать, опять же, насколько глубоки мы можем быть в тот момент, когда мы остаемся по-настоящему одиноки, как будто бы мы становимся, знаете, осиротевшими, что ли, в том мире, в котором у нас, в принципе, могут быть близкие. И поэтому Рана для меня один из лучших романов декабря. Я не уверена, что в ближайшее время появится еще что-нибудь такое же масштабное по силе. И, знаете, я сейчас читаю, например, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, но он даже рядом не стоял с той глубиной, которая есть здесь в Ране. По крайней мере, мне кажется, очень важным рассказывать именно про эту книгу в конце года, потому что это... Ой, сейчас банальщину буду говорить, но именно в конце года важно понимать, что родители у многих из нас еще живы, да, что они нуждаются в нашей поддержке, какие бы они, наверное, не были. Хотя, конечно, у всех индивидуальные случаи, индивидуальные истории, но мне бы хотелось, чтобы вы почитали эту книгу. Сразу скажу, нет, я не рыдала как мразь. Я, видимо, достаточно суха в своих скорбных моментах, и благодаря, опять же, всей литературе по тонатологии, тонатотерапии, которые я читаю, они мне помогают немножко отстраненно смотреть на все происходящее. Так что зря я боялась, не так сильно тяжело мне было читать эту книгу, но все-таки, все-таки, конечно, есть о чем задуматься, и это прекрасно. Еще, должна отметить слог Оксаны Восякиной, она прекрасно пишет. Тут несколько раз встречаются довольно яркие метафоры, которые повторяются в разных промежутках текста, но, в принципе, я не могу говорить о том, что это какой-то косяк редактуры или еще что-нибудь такое, у-у-у, нет, потому что весь сюжет, скажем так, да, все тело текста, оно говорит за себя, и мне кажется, это очень даже хорошо. Короче, очень печальность на самом деле, что Оксана Восякина не взяла большую книгу. Это жаль, это печально. Еще печально, что Архив Шульца не взял большую книгу, но это уже совершенно другая история. Короче, все, в декабре это главная книга. И, кстати, да, должно еще сказать, что сразу после раны я также посидела, подумала и познакомилась вот с этой книжкой «Девочки институции» Дарья Сиренко. Так уж сложилось исторически, что я эту книгу заказала как раз в рамках поддержки авторки, в том плане, что ее травили все эти ушлепки из мужского государства, я ее заказала. И на самом деле я начинала ее читать с некоторым предвзятым отношением, потому что очень боялась, что сейчас будет какой-то агрессивный феминизм на меня направлен, но этого не было. Это прекрасная история, которая рассказывает про девушек и институции, то есть про девочек, которые... девочек, женщин, бабушек даже, пенсионерок, да, которые работают в государственных учреждениях культуры. Даша в этих коротких текстах рассказывает нам о том, как поделывается статистика, как на самом деле проходят некоторые мероприятия, которые на самом деле не проходят и существуют только на бумагах. В общем, своего рода правда-матка безо всяких красивых виньеток языка. Но книжка хороша, она читается очень и очень быстро, потому что, ну, сами посмотрите, тут мало того, что иллюстрации, так еще и шрифт а-ля философский камень в издательстве «Росмен». Но все-таки, почему я говорю про эти две книжки вместе, не только потому, что я читала одну за другой, но и потому, что эту книгу Дарья посвятила как раз Оксане Восякиной, и она здесь также принимает участие в одном из рассказов, в одной из новелл, в одной из заметок, потому что в свое время Оксана Восякина, это, по-моему, было в этом году, в Тульской области отменили некоторые фестивали из-за того, что она должна была там выступать. Оксана Восякина открытая лесбиянка, нисколько не скрывает своей ориентации, правильно делает, и именно поэтому она попала под каток, скажем так, духовных российских скреп. Вот вместе эти книжки составляют даже своего рода идеальное сочетание, потому что после того, как прочитаешь Рану, хочется чего-то полегче, попроще. Не могу сказать, что эта книга читается, я не знаю, как какой-нибудь глянцевый журнал. Конечно же, нет, здесь тоже есть о чем подумать, и очень даже серьезно подумать и задуматься о том, что происходит у нас с вами за окном. Но именно из-за того, что эти две женщины связаны между собой, мне кажется, очень правильный тот факт, учесть, что я вам про эту книжку тоже успела рассказать, она хороша. Ну и слушайте, это все, я справилась, и вроде бы ролик вышел даже не сильно длинным, поэтому я сейчас сразу побегу его монтировать, очень надеюсь, что вы скучали, потому что я скучала, и я даже думала, что я сейчас опять начну тупака давать перед камерой, однако этого не случилось, значит, все хорошо, значит, я бы вам скучала, и мы с вами будем дальше читать вместе, а вы не забывайте смотреть те видео, которые вы еще не смотрели, заглядывать в описание, потому что там много ссылок на те видео, которые вы могли не смотреть. Будьте активны в комментариях, каждый ваш лайк или даже дизлайк, который YouTube взял и скрыл, помогает продвигать это видео. Очень надеюсь на вашу поддержку, ну и да, все, прощаюсь, ухожу в туман, ухожу в свои книжные страницы и во всякие моменты монтажа. Очень скоро ждите новые ролики, потому что я вернулась, ну, можно сказать, отдохнувшей, с какими-то новыми впечатлениями, новыми способностями к болтологии, и очень надеюсь, что все было не зря.